Всем привет! С тобой Алена Ледвейкина. Приготовься смотреть выпуск самых летних и ярких новостей от команды Универ Ньюз. Смотри сегодня. Конвейер уникальных проектов. Завершился Всероссийский молодежный образовательный форум. Учиться можно в любое время суток. Как прошел ночной резонанс в КФУ. 7 июля состоялся заключительный в этом учебном году ученый совет Казанского федерального университета. На заседании подвели итоги прошедшего учебного года, наградили заслуженных сотрудников университета и обсудили вопросы, касающиеся следующего учебного года. Подробнее о прошедшем ученом совете узнаешь в следующем выпуске. А мы продолжаем. Казанский федеральный университет продолжает гостеприимно встречать гостей из разных стран. На этот раз университет посетил посол Республики Индонезия. Казанский федеральный университет продолжает гостеприимно встречать гостей из разных стран. На этот раз университет посетил посол Республики Индонезия. 7 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит посла Республики Индонезии Махмада Фахита Суприяди. Сегодня состоялась встреча с президентом Республики Татарстан и с представителями торговой палатой. Также мы установили тесные социально-культурные отношения с Казанским университетом с целью дальнейшего сотрудничества. Также представители посольства Республики Индонезия посетили музей истории Казанского федерального университета. Здесь гости узнали, что университет является центром не только науки и научного образования, но и культуры. С ним связаны возникновение книжного дела в крае, появление первой провинциальной газеты, развитие театральной жизни и многое другое. Регина Фахрудинова, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб Ньюз. В Татарстане временно трудоустроенным подросткам увеличили денежную поддержку. Согласно документу, теперь временно трудоустроенные дети возрастом от 14 до 18 лет имеют право на выплату двух минимальных пособий по безработице. В Казани, Федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики, стартует предолимпийский турнир по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие 100 спортсменок из 26 стран мира. Проект из Казани «Я добротворец» получил грант в 200 тысяч рублей на первой смене Тавриде-2016. 24 участника стали победителями грантового конкурса конвейера проектов форума Таврида. Руководитель данного проекта – ведущая канала «Универсмотри» Гульфия Матугулина. Рустам Миниханов пошел в тройку влиятельных глав субъектов России. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. Президент Республики Татарстан занял третье место в рейтинге влияния глав субъектов России. Его показатель – 6,9 балла. Фехтовальщики Татарстана взяли больше всех наград на спартакиаде в Смоленске. Спортсмены первенствовали в турнирах «Парапири» и «Шпаги среди девушек», а также взяли серебро в сабле и «Шпаги у юношей». В Казани пройдет трехдневный фестиваль «Семейный пикник». В честь Дня семьи у казанской чаши организуют обширную праздничную программу – лекции для детей. Здесь же пройдут мастер-классы и литературное чтение. Казань покупает программу для выявления самоубийц. Программа называется «Методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал». Начальная цена одного экземпляра программы составляет 16,5 тысяч рублей. КФУ и Университет имени Йохана Гутенберга будут совместно готовить переводчиков-синхронистов. КФУ вошел в число вузов России, имеющих право тестировать мигрантов на знание русского языка. Завершилась первая смена форума творческой молодежи Таврида. В Красочный Крым приехали молодые композиторы, музыканты, хореографы со всех регионов России. По итогам смены 24 участника стали победителями грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Среди них магистрант КФУ и телеведущая нашего канала «Универсмотри» Гульфия Матугулина. Полуостров Крым уже в третий раз принимает у себя форум творческой молодежи Таврида. Площадка традиционно открыла двери тысячам молодым и талантливым россиянам. Участниками первой смены стали композиторы, музыканты и хореографы. В течение недели ребята посещали мастер-классы от именитых мастеров своего дела и делились опытом друг с другом. Неизменно на форуме работал и конвейер проектов. В этом году грантовый фонд Таврида составляет 28 миллионов рублей. Одной из победительниц конкурса стала магистрат КФУ и наша телеведущая Гульфия Матугулина. На конвейере она представляла проект «Я добротворец» – уникальный электронный банк доноров творчества. Молодежи с активной жизненной позицией, которая готова помогать своими талантами. Ребята проводят благотворительные концерты, выставки и аукционы. На развитие проекта Федеральное агентство по делам молодежи выделило 200 тысяч рублей. Мы поздравляем Гульфию и ее команду и надеемся, что эта светлая идея получит свое продолжение. Диана Авакян, Универньюз. В Институте физики КФУ прошел второй вечер науки в рамках проекта «Про наука в КФУ». Организаторы назвали его «Ночной резонанс» и посвятили точным наукам. Далее смотрите сюжет о физических экспериментах, научных интерактивах и образовательных тусовках. Казанский федеральный вновь распахнул свои двери для всех интересующихся основами различных наук. На этот раз «Про наука в КФУ» подготовил для всех своих слушателей лекторию по естественным наукам и IT-технологиям. Название научной программы «Ночной резонанс» выбрано не случайно, ведь в далеком 1944 году знаменитый ученый Евгений Завойский открыл эффект электронного промагнитного резонанса. Величайшее открытие 20 века не забыто до сих пор, о нем было сказано и на церемонии открытия. Словами благодарности научной лектории открыл ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Спасибо, что вы заинтересованы, спасибо преподавателям и организаторам этих мероприятий. Это такая научно-образовательная тусовка для всех, кто интересуется наукой. Научную тусовку посетили в этот вечер многие жители и гости Казани. Как признались организаторы, мероприятие открыто для всех желающих и будет продолжаться до тех пор, пока КФУ и его разработки будут интересны обществу. Люди приходят, те, которые интересуются наукой, приходят те люди, которым просто интересно, чем же занимается наш университет. И приходят с друзьями уже, с детьми, приходят с семьями. И потом сегодня более теплая погода, чем было тогда. Тогда мы проводили на улице, сегодня проводится внутри институтов, в лабораториях. Поэтому, я думаю, вот такой стиль работы, он будет востребован. На этот раз лектории расположились в аудиториях института физики. Но университетские стены вовсе не сделали выступления спикеров типичными лекциями. Необычный формат интерактива и эксперименты прямо в коридоре института вызвали у пришедших немало удивления. Я считаю, что данный блок мероприятий очень полезен как для абитуриентов, так и более взрослого поколения, которое впоследствии сможет объяснить уже бывшим школьникам и выпускникам о том, как выбрать правильное направление своей будущей профессии, своей деятельности, куда пойти учиться и кем стать. Во-первых, это привлечение все-таки абитуриентов наших. И, в принципе, рассказ о тех профессиях, которых наша профессия геолога, она как бы не очень известна. И чтобы люди увидели и узнали, чем мы дышим, чем мы занимаемся. Я считаю, что это очень крутое мероприятие. Был и на предыдущем, был вот на этом. Ждусь с нетерпением следующего. И мои ребята тоже пришли. Мне кажется, это очень здорово, то, что наука становится ближе к людям и доступно, ее можно потрогать. Мне кажется, это как бы больше для привлечения внимания, это, несомненно, хорошо. Даже не с тем, чтобы все шли в науку, грубо говоря, а с тем, чтобы просто поняли, нужно это им или не нужно. Я считаю, что это очень интересно, именно для того, чтобы люди сближались, именно для того, чтобы наука шла в массы, чтобы люди держали руку на пульсе. Потому что есть такие области, которых мы далеки. Например, я психолог, но мне всегда притягивали звезды, и я вот сегодня пошла на лекцию именно по астрономии. Напомним, что цикл образовательных интенсивов про науков КФУ продолжится научно-популярным лекторием по медицине. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Больше улыбок, ярких событий и хорошего настроения на все лето. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова